Привет! Вы на канале компании «АвтоСтронг-М». Компания «АвтоСтронг-М» возит запчасти из Европы и Великобритании. У нас есть огромный спектр запчастей и также у нас есть «Носкаты». Отличный сервис и быстрая доставка. Продолжаем разборки по заявкам. Вы просили, мы разбираем. Встречаем автомат DP0. Четырехступенчатая автоматическая коробка переключения передач AL4 либо же DP0 применялась на автомобилях Citroen, Peugeot, а также Renault с 1998 года. Она была создана по лицензии на основе автомата 01М от инженеров Volkswagen. Предшественником коробки DP0 были коробки AD4 и AD8, которые устанавливались на французских автомобилях с 1995 года. Эти коробки применяются до сих пор и в доработанном варианте. Индекс у нее DP2 для переднего привода и DP8 для полного привода. Эта коробка устанавливается на Duster и Renault Captur. Данная коробка имеет один вал, передаточные числа четырех передач и заднего хода формируется с двойным планетарным редуктором типа Simpson 2 в честь Говарда Симпсона. Не путать с гомером. Электрогидравлический блок имеет 8 клапанов соленоидов, а электронный блок вынесен за корпус коробки. Прошивка ЭБУ отличается на разных моделях. Этот автомат имеет адаптивный режим работы. Также имеет спортивный режим, зимний режим и даже внедорожный режим на DP8, а также имеет режим ручного переключения передач. Коробка оснащена теплообменником, который защищает ее от перегрева. Рассчитана на крутящий момент до 210 ньютон-метров и работает в паре с двигателями 1,4 до 2,0. Данную коробку устанавливали на большое количество автомобилей Renault Peugeot Citroёn, а также на соплатформенники до 2011 года. Также ее ставили на Chery A3, A5, A6. Сегодня же мы разберем коробку DP0 045, которая снята с Renault Scenic 2000 года выпуска. Этот автомат сделан просто и дешево. Отсюда все его достоинства и недостатки. Он в принципе может пройти 200-300 тысяч километров, хотя случая выхода его из строя на пробеге до 100 тысяч предостаточно. Коробка DP0 работает на классической минералке Dextran 3. Производитель не регламентировал замену масла в ней, но предусмотрел сливное отверстие, а также переливную горловину для того, чтобы можно было померить уровень. Справедливости ради, заметим, что Renault рекомендует заливать в эту коробку масло ELF, оно красного цвета, а Peugeot масло Mobil, оно зеленого цвета. Мастера рекомендуют проводить частичную замену масла в данной коробке каждые 30 тысяч километров, и тогда это существенно продлит ее ресурс. Фильтр здесь меняется только при полном разборе коробки. При хорошем охлаждении трансмиссионной жидкости, когда температура не будет превышать 90 градусов, эта коробка будет служить долго. Но на практике же теплообменник загрязняется продуктами износа, который попадает в трансмиссионную жидкость. В основном это пыль от муфты блокировки гидротрансформатора. Засоренный теплообменник не может охлаждать трансмиссионную жидкость. Это проявляется летом. Из-за горячей трансмиссионной жидкости страдает гидроблок, а точнее страдают его соленоиды. Они не могут работать в штатном режиме, тогда передачи переключаются плохо. Для хорошего охлаждения АТФ рекомендуется ставить отдельный радиатор. Ну что, разбираем короба с истинным профессионалом своего дела, с лучшим сотрудником по коробкам компании «АвтоСтронг». Встречаем Серега, и мы начинаем нашу разборочку. Гидротрансформатор на данной коробке ходит больше, чем сама коробка в легкую 200 тысяч километров. И в данном случае можно принюхаться к ароматам Франции. Пахнет гарью. Сейчас будем разбираться почему. Это позиционер, который стоит на штоке выбора режимов коробки. Частенько он глючит, и его надо менять на новый, либо же на хороший бэушный из «АвтоСтронга». При установке его надо регулировать. Вот наш гидроблок. Производитель признал дефектными два соленоида. Они самые нагруженные. Они менялись по гарантии на автомобилях, выпущенных до 2003 года. Если изнашивается один из этих соленоидов, то коробка идет в аварийный режим, то есть включает третью передачу. В аварийном режиме ездить нельзя, потому что можно спалить фрикционы. Также в аварийном режиме можно доездиться до обрыва ленты тормоза. Соленоид главного давления начинает барахлить, когда в коробке тефлоновые кольца и втулки не удерживают давление, а пропускают его. При износе вот этого соленоида масло перегревается, загрязняется и тогда может выйти из строя весь гидроблок. Менять эти соленоиды желательно вместе со втулками и тефлоновыми кольцами. Обновленные соленоиды от BorgWarner после 2003 года имеют черные фишки. У нас, видите, фишки розовые. Они были белые, но порозовели из-за трансмиссионной жидкости. Сама плита гидроблока может стать жертвой перегрева трансмиссионной жидкости, то есть она может деформироваться. Золотники могут подклинивать, а пружины могут сломаться. Плита очень чувствительна к загрязнению жидкости. Грязь трансмиссионной жидкости, а также фрагменты фрикционного материала. Засоряют и протирают каналы, забивают золотники, и коробка работает некорректно. В большинстве случаев достаточно промывки. Это те самые тефлоновые кольца, которые надо поменять при замене соленоидов. Серега сказал, что меняются они очень легко. Обратите внимание, что можно добраться до этих тефлоновых колец и до соленоидов, не снимая коробки с машины. Суть в чем? Когда эти тефлоновые кольца изнашиваются, то линейный соленоид начинает пропускать давление. Линейный соленоид начинает компенсировать это давление и пропускает через себя больше масла. Когда кольца сильно изношены, то линейный соленоид уже не справляется. То есть он не может компенсировать того давления для сжатия фрикционов. И тогда они начинают проскальзывать и коробка начинает сжечь. Сжечь фрикционы и сжечь тормозные ленты. Ну а там как повезет. То есть коробка может бомбануть за два часа, но Серега сказал, что есть такие владельцы, которые ездят на буксующей коробке по полгода, а потом приезжают на ремонт. От коробки остается просто тупо один корпус. Это единственный входной вал. Здесь внутри находится втулка, которая тоже удерживает давление. Она изнашивается и ее надо менять. Она легко доступна. Выпиливается, вынимается, ставится другая, а потом мы просто ставим этот вал и проверяем легкость вращения. А на переднем конце вала находится тефлоновое кольцо, которое удерживает давление в гидротрансформаторе. В данной коробке три пакета фрикционов. Здесь два. Вот один, вот второй. По состоянию все отлично. Обратим внимание, они односторонние. А вот и третий пакет фрикционов. Тоже односторонние и тоже в отличном состоянии. Как пробка из-под шампанского вылетел сервопривод тормозной ленты. Он сжимает тормозную ленту, а тормозная лента в свою очередь останавливает планетарный редуктор. А вот так вот выглядит изношенная тормозная лента. И вот эту серьгу обрывает, когда коробка долго ездит в аварийном режиме. Располовинили коробку, и здесь мы видим дифференциал, промежуточная шестерня. Маслонасос и фильтр. На фильтре есть магнит. На магните очень много стружки. То есть эта стружка металлическая. Износ металлических деталей. Маслонасос и сальник дает течь на фоне износа втулок и муфты гидротрансформатора. Если забить натечь этого сальника, то можно столкнуться с износом маслонасоса. Далее, все внимание на вот эту втулку. Она является и подшипником скольжения. Она задрана, потому что в масле было много металлических продуктов износа. В данный момент Сергей достает ту самую собачку, которая в данный момент Сергей устанавливает... В данный момент Сергей снимает ту самую собачку, которую в данный момент Сергей снимает ту самую собачку. которая удерживает машину на паркинге. Это вторая тормозная лента. Здесь стерся фрикционный материал, сточился металл, сточилась заклепка, серьга уже свернута и скоро отвалилась бы. Достаем тормозной барабан и ему реально жопа, потому что он задран и изношен. Как такое могло произойти? Тормозная лента сжимается и останавливает барабан. Но так как в этой ленте стерся фрикционный материал, то металл трется по металлу и задирает барабан. Такое происходит из-за большого пробега и естественного износа ленты. А также если линейный соленоид не корректно работает и не сжимает достаточно ленту, тогда возникает трение и фрикционный материал изнашивается. Вот тот самый двойной планетарный редуктор Симпсона. Одно солнышко, второе солнышко, одна группа сателлитов и вторая группа сателлитов. Вот эта вся металлическая стружка – это продукт износа всех металлических деталей коробки. Разборка закончена и сегодня мы разобрали простую, не очень ресурсную, распространенную коробку. Серега, тебе слово. После такой разборки мне нечего добавить. Спасибо. Пожалуйста. Если вы хотите знать о моторах, коробках и БУ запчастях, обязательно подпишитесь на наш канал, заходите на наши соцсети, заходите на наш сайт. Покупайте у нас отличные запчасти и помните, что с вами всегда была, есть и будет компания «АвтоСтронг». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok